На исходе третий месяц, как в Приморском крае, действует особый режим в связи с распространением коронавируса. Новую порцию послаблений приготовили в правительстве региона. Ведь с 19 июня отмечается спад числа заболевших COVID-19. Так, сегодня к работе приступили гостиницы. Свою готовность накануне подтвердили 90 объектов края. Все получили экспертные заключения и разрешения. Проверить в обязательном порядке работу вентиляции и кондиционеров. Также рекомендуем при заполнении номерного фонда проинформировать посетителей в виде листовок, которые должны будут размещены в каждом номере, о самостоятельном проветривании помещения через каждые два часа. Работа разрешена, но требования необходимо соблюдать, в перечне которых больше десяти. Это социальная дистанция, ношение масок и перчаток, обработка поверхностей после каждого посетителя. Помимо этого, все сотрудники обязаны иметь отрицательный результат теста на инфекцию, а все прибывающие в здании должны следить за температурой. Мы будем продолжать эту тенденцию, продолжать работать институтными комиссиями по контролю за работающими предприятиями, за состоянием санитарно-пременологического режима на этих предприятиях, с тем, чтобы на следующей неделе подойти к этапу открытия уже непосредственно фитнес-залов, спортивных центров, магазинов большей площади. Первый шаг к возобновлению работы туристической отрасли был сделан, когда начались экскурсии. Но с ограничением в пять человек. Сейчас действует следующий этап. Разрешены посещения ландшафтных парков и скверов. В Уссурийском округе после перерыва отворила ворота излюбленная приморцами изумрудная долина. Там действует свой особый режим. Все помещения на территории под замком. Недоступны сейчас и массовые гуляния. А вот прогулки, рыбалки и наслаждение видами – все это к услугам. Масочный режим никто, к сожалению, пока не отменял. Поэтому мы требуем, чтобы люди к нам заходили в масках. Наши сотрудники работают в перчатках, тоже в масках. Если кто-то забыл маску, то у нас есть маски в продаже. Также у нас обрабатываем все поверхности, где люди, бывает, соприкасаются. Туалеты каждые два часа проходим, обрабатываем. От ситуации с числом заболевших зависит и следующий этап послабления. Если к концу недели сохранится тенденция на снижение роста инфицируемых, то разрешат работы летних кафе и открытых террас, которые сейчас проходят необходимые процедуры проверки. Не за горами и открытия других заведений общественного питания, а также больших магазинов, спортивных клубов и кинотеатров. Только для этого всего необходимо помнить о мерах предосторожности. Приморцам следует использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.